Приветствую вас, ВВ. Я хотел бы выделить в вашем тексте, именно тексте, не вопросе, потому что вопрос, к сожалению, у вас носит такой чисто риторический характер. Надеюсь, что в процессе своего ответа я смогу донести до вас, почему это так, ну или почему мне видится это так, вот. Но сейчас, на данный момент, я хотел бы выделить две основных момента. Первый момент, это то, что вы спрашиваете, имеет ли ваша мама право такие наставления на вас навязывать в высмокатегоричной форме, пытаясь мне навязать число вины. Вот этот вопрос, он сам себе содержит несколько ключевых моментов. Первое. Ваша мама имеет право так делать и так поступать в ВВС, хотя бы потому, что она так делает и поступает. И если она так делает и так поступает, и если ее до сих пор не наказали за ее действие, если она до сих пор не привлечена к какой-либо ответственности, к одному или нескольким видам ответственности из существующих, то она находится в своем праве. Она имеет право. Другое дело, что от того, имеет она право так поступать и делать или не имеет она право так поступать и делать, вам абсолютно не холодно, не горячо. Совершенно. Потому что вне зависимости от того, имеет она право так поступать или нет, она так поступает и делает. И вне зависимости от того, может она так поступать или нет, вы испытываете негативные эмоции от этого. И негативные эмоции это то, что является только вашей. Негативные эмоции это то, что является исключительно вашей историей. Негативные эмоции это то, что испытываете вы. И негативные эмоции и негативные эмоции являются следствием того, что у вас, только у вас имеют место быть определенного рода конфликты. Имеют место быть определенного рода внутренние противоречия. Работать с которыми вам необходимо. Ну, например, чувство вины. Понимаете, чувство вины нельзя навязать, как бы вы не думали и не считали. Чувство вины не навязывается, чувство вины раскрывается, чувство вины распаляется, чувство вины развивается в человеке, у которого оно уже есть. То есть вам, ваша мама, ничего навязать не в силах. Хотела бы, хотела бы, очень сильно хотела бы, но не в силах, не может. Почему не может? Потому что нет у нее таких возможностей. Нет у вашей мамы возможности для того, чтобы навязать вам что-либо. Чтобы навязать вам чувство вины. Нет у вашей мамы такой возможности. На самом деле, это один из ключевых моментов, что дело не в вашей маме как таковой, а дело в вас. Дело в том, как вы реагируете на ее слова, ее, вот как вы говорите, ее убеждения, ее позицию. Как вы реагируете на свои собственные действия, свои собственные поступки, свои собственные решения, свои собственные акты выбора, которые вы совершаете. Вот это крайне важно. Если вы не уверены в своих действиях, если вы не устойчивы в своих действиях, если вы сомневаетесь в своих действиях, то мама здесь будет чувствовать себя на... Вы будете чувствовать себя неуверенным. Вы будете чувствовать себя очень сильно уязвимой по отношению не только к маме, а вообще ко всем, кто в той или иной степени, ну как-то вот повлияет, что ли, на вашу позицию, на вашу точку зрения, на ваше решение и так далее. Вот. Поэтому если вы испытываете чувство вины, то вполне вероятно, что имеет смысл пересмотреть вашу собственную модель поведения и возможно, возможно, начать действовать более сознательно с точки зрения того, что вы хотите, с точки зрения того, что вам нужно, с точки зрения того, что вы считаете для себя правильным и прочее, 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 прочее. Вот. Если этого не будет, если этого ничего не будет, то ситуация будет такой, какая она есть сейчас, всегда. Всегда. Она будет такой, всегда. И, в общем-то, сколько угодно можно будет, наверное, винить вашу маму в том, что это из-за нее или ничего, это она, но... Все равно будете всегда, только вы, оставаться наедине с собой, и только вам нужно будет решить эту проблему, проблему своих собственных противоречий, которые сейчас, на данный момент, которые сейчас, на данный момент, ну, в общем и целом, практически не решаются. Вот. Практически не решаются, не решаются от слова никак, от слова совсем, к сожалению. Вот. И это не обвинение в ваш адрес на самом деле. Это желание, наверное, показать вам, что у ситуации есть как бы, ну, другая страна. У ситуации есть другой момент, у ситуации есть, ну, другой такой вот, другой ракурс, который вы, на мой взгляд, сейчас видите, ну, сейчас не видите просто. Вот. Не потому что вы какая-то плохая, не потому что с вами что-то не так, а именно просто потому что вам что-то мешает. И вот мне кажется, что в этом направлении вам нужно двигаться, вот если мы говорим именно о первом моменте. Второй момент, который я хотел бы выделить, заключается в том, что вы, на мой взгляд, слишком сильно, я бы сказал, сильно, ну, акцентируете значение своей мамы. То есть вы говорите, что вот, я не хочу с ней общаться, потому что она всегда видит подобным образом, но она же мама. Типа, она же мама, я же не могу с ней не общаться, подразумеваете вы. И это на самом деле очень тревожный такой звоночек, потому что не общаться со своей мамой вы можете, не общаться со своей мамой вы должны, особенно если не хотите этого делать. И вот, для чего вы делаете это через силу, для меня большая загадка. Это лишь чувство вины или чувство долга, то от этого вас тоже можно и даже нужно освободить, в самом деле. Ну, ничего хорошего, кроме какого-то такого вот негатива вам это принести, в принципе, не может, к сожалению. Дальше. Дальше. В разводе. С бывшим мужем, впечатли, есть общий сын четыре года. Папа уже его уже расписал со своей дамой. Ну вот, дама здесь под вопросом, насколько вы отпустили своего мужа. Новая тёща с нашим сыном уже знакома. На следующих выходных бывшие мужи планируют забраться именно на выходные и поехать на датчик новой тёщи. О чём узнала моя мама, и стал мне читать на датчик, по поводу того, что вот, мол, мою дитру, её мама всегда, всем всегда, подкидывала и посмотри, как она теперь живёт. А как так теперь живёт? И что я тебя по рукам никогда не пускал, это всегда была при мне. Ну, это ставится в заслугу, то есть то, что вы всегда были при ей. Вот это плюс. А я в сёке, что ты позволяешь бывшему мужу брать с собой оттуда ребёнка и вообще с ними общаться. Ну, это такая старая позиция, если развелить, значит враги. В этом смысле вы молодец, что поддерживаете дружеские отношения. Про такие её формулировки я вообще молчу, не очень понял смысл этой фразы, что значит про такие её формулировки. До этого был момент, что у сына, когда он был у отца, поднялась температура. И опять же, по мнению мамы, я должна была подорваться и поехать его забирать. А причём без мамы, если вы, мать. Но папа его краще справился. В ситуации дал необходимые лекарства и привёз ребёнка, как тот проснулся. Возникает вопрос. Так, на вопрос я вам ответил. Не то, чтобы я глубоко к сердцу это всё принимал. Уже нет. Мне кажется, что очень даже сильно принимается. И разговоры о том, что я очень взрослый и ответственный сама за себя и своего сына, были не раз. И каждый раз заканчивается, что я так не делал, а вот я не принимаю твою позицию. Ну понимаете, не очень здесь мне, вот мне лично очевидно, для чего вы подобные разговоры вообще заводите. То есть зачем? Потому что, ну, типа, вы правда думаете, что разговорами вы можете что-то решить, вы правда думаете, что разговоры могут вам помочь. Помочь? Вы правда думаете, что разговоры могут что-то решить. Это в случае с вашей мамой? Ну, коль так, то вы меня извините, конечно, но, коль и так, вы очень наивный человек. В таком случае я вот не хотел бы этого, конечно, говорить, но очень вы наивный человек. Вот, и признаться честно, я, ну, как сказать, я не удивлён, я скорее хотел бы, вот, как бы так сказать, я хотел бы понять, я хотел бы понять. Откуда у вас вот такая, ну, наивность что ли? Вот, вот с чем связана такая наивность, почему она у вас, эта наивность имеет место быть, понимаете? Вот, ну, мне кажется, мне кажется, что это очень важно, вот, мне кажется, это очень такая важная история. И для понимания вашей ситуация, она крайне важна, крайне важна этот момент разобрать. Вот, дальше идём, идём дальше. Так, значит, просто это выматывает и возникает желание прекратить любое снеобщение. Смотрите, вы говорите, что вас этого выматывает, но почему, во-первых, чем вас, чем вас этого выматывает? Это, наверное, это, пожалуй, первый вопрос. Вот, чем, чем, чем конкретно, чем конкретно вас этого выматывает? Вот, это очень, такой, очень важный момент, чем вас этого выматывает. Вот, дальше, возникает желание прекратить мне любое общение. Значит, вопрос, ключевой вопрос. Почему возникает желание прекратить мне любое общение? Так вот, сами себе, вот вы сами себе. Своё желание прекратить мне любое общение. Постарайтесь как-то обосновать. От чего вы, к примеру, зажищаетесь? От чего вы, к примеру, пытаетесь сбежать? Вот, ну, когда, когда ваша мама, да, она, ну, ведёт себя таким образом, примерно. Вот, так, очевидно, очевидно же, что вы пытаетесь от чего-то сбежать. Очевидно же, что вы пытаетесь чего-то избежать. Очевидно, что вы в чем-то видите угрозы для себя. Но, вопрос заключается в том, принимаете ли вы эту угрозу или нет. Вопрос заключается в том, принимаете ли вы угрозу в ту, что порождает ваше желание не общаться с мамой, как реальную. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что вы, ну, вот, не принимаете этого. А ведь это очень, это очень важный момент на самом деле. Потому что от него зависит ни много ни мало то, как вы будете себя чувствовать. От него зависит ни много ни мало то, как вы будете в дальнейшем взаимодействовать со своей мамой. И от него немного ни мало зависит то, как вы будете выстраивать дальше свою собственную жизнь, в том числе и личную жизнь. Понимаете? Потому что если вот с мамой будет такая борьба, то и вы будете себя, условно говоря, оправдывать. Тем, что, типа, ну, что вот это. Мама, это что? Мама, я же не могу с ней общение прекратить. Да? Вот, если вы будете действовать так, то он будет только ухудшаться. Дальше. Ну, это же, эээ, не так просто, это не просто человек с улицы, а мама. И что? Почему вот вы считаете, что мама такой особенный человек? И да, не абстрагировать себя в другом, она всё равно переводит любые договоры в русло и серия. А вот я и не такая и вообще. Ну, здесь мне кажется, что вы просто жалуетесь на своя маму. Вот. Эээ, не то чтобы я был против этого того, что вы жалуетесь на своя маму, но проблема заключается скорее в том, что жалуясь на свою маму, вы вступаете в позицию жертвы. Вот. Потому что именно она, именно мама задевает вас. То есть задевает не столько и не сколько, по вашему мнению, да, по вашему мнению задевает вас именно мама. Вот. Но ведь, эээ, дело-то не в маме, а дело, собственно, собственно говоря, вас. И очень важно то, как вы сами реагируете на эту всю, эээ, ну, ситуацию в целом. Вот. Понимаете, какая штука? Потому что если, эээ, вы реагируете на эту, эээ, ситуацию, эээ, в целом, эээ, так как сейчас, то, ответственной за, эээ, ваши переживания является именно мама. Мама, а не вы. Эээ, это корня неверная позиция, потому что только вы отвечаете за то, что происходит. Только вы отвечаете за то, что вы, эээ, ну, собственно, делаете. А только вы отвечаете за то, как вы, эээ, ну, вот, ведете себя. Только вы отвечаете за то, как вы себя чувствуете и прочее. Только вы, а не ваша мама. Поэтому ответом, эээ, здесь будет, эээ, принятие личной ответственности, выход из треугольника, ээээ, карпмана, в котором вы сейчас находитесь. Вот, и дальнейшее, ээээ, так сказать, ну, дальнейшее обособление от вашей мамы, которая сознательно или бессознательно ещё, в принципе, не особо является важным. Эээ, пытается вас, ээээ, как-то, вот, подчинить, ээээ, своему видению того же, что ей, кажется, правильно. Она имеет на это, она имеет на это право, но и вы имеете право иметь своё мнение. Только, только почему-то вы воспринимаете свою маму абсолютно и полностью всерьёз. Хотя, действительно, это просто пожилая женщина, которая чувствует себя недостаточно значимой и недостаточно важной. А этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.